В Дагестан вернулся боец смешанных единоборств, участник нашумевшего поединка за временный титул UFC в полутяжелом дивизионе Магомед Анкалаев. В Махачкалинском аэропорту его встретили родственники, друзья и одноклубники, а также министр спорта Дагестана Сажид Сажидов. Подробности в нашем сюжете. Уже по приезде в Махачкалу Магомед Анкалаев поблагодарил всех за теплый прием. В его главном поединке на профессиональном ринге с поляком Яном Блоховичем он превосходил своего соперника. Однако у судей сложилось иное мнение. Итоговое решение – ничья, которое удивило многих, в том числе и самих бойцов. Я думал, что я сделал достаточно, чтобы добить победу. Но суды решили сделать ничью. Ничего, мы на этом не останавливаемся. Мы будем двигаться и охотиться за поясом. Спасибо вам всем. От души моя огромная благодарность. Так сложилось за то, что нам не дали пояс. Но это ничего, это небольшая остановка. На отдых. И чтобы дальше пойти вперед. Я думаю, у нас все получится, иншаллах. Магомед показал реально на этот вес. Ему сейчас там нет вообще соперников. Встречал спортсмена и министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов. Он поблагодарил многочисленных фанатов Магомеда Анкалаева за поддержку. И зачитал письмо от главы Дагестана. Сергей Алимович пишет. Он смотрел весь этот бой. И сегодня он знает, что ты прилетаешь, и мы все здесь встречаем. Он говорит, поддержите от меня. Даже поляк признал поражение. Мы к нему относимся только как к победителю. Так что поздравляем. Бойца смешанного стиля Магомеда Анкалаева называют народным героем. От судейского произвола в свое время также пострадали такие выдающиеся спортсмены, как Нурмагомед Шанавазов, Тимур Гайдалов и многие другие. Однако это их не сломило. Вот и Магомед Анкалаев уверен, его главные победы еще впереди. Тан Шугом, Вадим Шамхалов, Мурат Газиамаров. Время новостей.